Нет выше и лучше средства для здоровья, чем кедровые продукты. Я как врач понимаю, что настолько тяжело лечиться, лечить заболевания различные, когда они уже появились. Намного проще их просто предупреждать и никогда не заниматься лечением. Надо понимать, как жить, чтобы не болеть. Круче и лучше кедровых продуктов нет аналогов для восстановления здоровья и для укрепления. Почему кедровое масло? Можно же просто есть кедровые орешки. Часто задают такой вопрос, зачем отделять. Кедровое масло содержит все жировые, то есть жирорастворимые вещества и витамины и является очень быстро проникающим и всасывается очень быстро, очень быстро оказывая действие. Кедровое масло чем, во-первых, оно ценно? Содержанием витаминов. В нем содержатся все жирорастворимые витамины и витамин А, который отвечает за рост и регенерацию слизистых оболочек и вообще всех клеток, клетки мозга, развитие клеток зрительного аппарата у ребенка. Сейчас тоже доказали, что обязательен витамин А. Он как основа гормона роста. Под действием гормона роста происходит рост новых клеток. И при дефиците витамина А в питании нарушаются эти процессы и нет правильной дифференцировки клеток. Нарушаются какие-то проблемы с кожей, которые мы видим напрямую, со слизистыми, сухослизистых, нарушение дренажной функции бронхов легких и в легких накапливаются токсины. И мы в сутки поглощаем 15 килограмм воздуха и только полтора килограмма еды. То есть намного больше наши легкие. Мы должны об этом думать. Защита от бытового облучения. Конечно, за счет сбалансированной системы ненасыщенных жирных кислот. Но бытовое излучение сейчас просто бич. Вы представляете, компьютеры и все виды излучения, которые несет монитор, они воздействуют на наши клетки, на процесс деления клеток. И вызывают окислительные процессы и разрушаются наши клетки. И в первую очередь головного мозга. Ночью у нас период восстановления. И ночью вот эти витамины все, которые мы принимали, например, в течение дня, если кедровое масло принимали, то ночью они работают на восстановление. И мы можем опять восстановиться и готовы опять садиться к этому облучению. Кедровое масло, лидирующее из всех масел по защите и восстановлению клеток головного мозга. Потому что в составе кедрового масла есть очень редкие жиры, сфинголипиды и церебразиды, которые не встречаются в растительных жирах вообще, в принципе, и в других орехах. И они как раз идут на восстановление нервных клеток. Именно головного мозга, нервных волокон и органозрения. Сфинголипиды и церебразиды. Единственные из растительных жиров, которые присутствуют и только в кедровом масле. Чем оно ценно? Понимаете, вкус кедрового масла совсем другой. Вы не найдете такого масла с таким приятным. Это не персиковое. Нельзя с оливковым сравнить. Ни с льняным маслом. Ни с подсолнечным. А это кедровое. Почему наш организм готов вот так вот пить флакончиками? Объясните. Вот это все складывается из тех суммарных веществ, в котором оно богато. И эти жиры, они как бы дополнительную роль играют. Основную роль в свойствах кедрового масла играет редчайшая пеналеновая кислота. Сколько нужно выпить масла, чтобы выпить масло? Сколько выпить масла? Ну, чайная ложечка. Имейте в виду, что любой жир желчегонит. Больше нормы выпейте масло, если столовую ложку, а то и больше, вы себя прожелчегоните. Вспомните чистки печени маслом. Да? Ну, там еще больше масла выпивается. Но всегда мы усиливаем поток желчи. Кедровое масло очень благотворно влияет при панкреатите. Очень хорошо. И я расскажу за счет чего. Во-первых, вот эта фантастическая пеналеновая кислота. Вот содержание всех ненасыщенных жирных кислот в кедровом масле. И вот пеналеновая кислота 21%. Кстати, вот это самое гармонично сбалансированное масло из всех видов других растительных масел. Кукурузное, подсолнечное. Везде перехоз какой-то одной жирной кислоты. Здесь вы видите настолько в гармоничном соотношении. Вот внизу линолеевая еще. Она очень важна как строительный элемент. Олеиновое – это то, что у нас в оливковом масле. Но в оливковом масле вот этой олеиновой 80%. Понимаете? То есть оливковое масло из одной вот этой состоит практически. Подсолнечное, кукурузное масло из одной вот этой и горчичное, все остальные масла. Вот. Пеналеновый нет вообще нигде. Это как бы сосновая практически пинас, вот эта вот сосна. Она тоже относится к омега-3 жирной кислоты. Она действует точно так же, как рыбий жир, как истинная омега-3. Чем меньше контактируют вот эти омега-3 с кислородом, с воздухом, чем меньше свет на них падает, тем лучше они сохраняются. Как будто как в орешке. И мне здесь понравилось, что на производстве я увидела, разливаются очень быстро, маленькими емкостями и сразу по флакончикам. То есть не какую-то бутыль она постояла там день или полдня. Вот. Очень короткий процесс вот этот вот контакта с кислородом. То есть кислород-окислитель. И самое главное, вот что делать может пеналеновая кислота. Вот эта волшебная жирная кислота, волшебный жир, за счет которого, я считаю, вот все действие кедрового масла и появляется. Она способна заживлять любые эпителиальные дефекты, ожоги. Она на первом месте как противоожоговая, для восстановления тканей. И поэтому у нас кедровый крем идет номер один для кожи. И так быстро восстанавливаются там и для ног крем, и синяки. Вот. Она способна, в общем, вызывать вот такую восстановительную реакцию. Во-вторых, пеналеновая жирная кислота способствует разжижению крови. То есть препятствует образованию тромбов. И расширению сосудов, бронхов. Все свойства омега-3, которые оказывают и рыбий жир тоже, то есть оказывает пеналеновая кислота. То есть это в Сибири наш рыбий жир. Рыбий жир менее вкусный, менее приятный. Правильно там. Кедровый сибирский орех самый жирный. Жирность ореха кедрового составляет 67% плюс-минус. То есть из всего орешка 67% жира, остальное только жмых. Представляете, насколько он жирный. И других таких вот аналогичных орехов нет. В миндале меньше, в грецком меньше, в семечках тыквенных подсолнечных еще меньше. И жиры здесь должны быть самые идеальные. Надо вообще выкинуть из головы те мысли, что жиры все могут приводить к атеросклерозу и прочее. Многие говорят, это же очень жирное, я не могу это есть, например. Или кедровый орех жирный, мне от него тяжело, мне хорошо. Или кто-то худеет, там говорят, это очень жирная еда, я тоже это не буду есть. Но надо понимать, что жир это энергия. И растительные жиры правильные, не окисленные, не испорченные, они служат большим источником энергии. Один грамм жира при сжигании дает 9 килокалорий. А при сжигании 1 грамма углеводов получается 4 килокалории. То есть выгоднее, если у вас упадок сил, не сладенького поесть получается, а жирненького чего-нибудь. Из всех жиров самое интересное получается кедровое масло. Пеноленовая кислота способствует выработке колециста и кунина. Это гормон, который задерживает, уменьшает быстрое продвижение пищи по кишечнику. Пища дольше может задерживаться в желудке. Это очень важно, убрать повышенный аппетит. Это же проблема ожирения сейчас, да? Всем хочется похудеть, сделать талию. На фоне приема кедрового масла у вас снизится аппетит. Благодаря вот этому колецистокенину, который сдерживает быстрое такое перемещение и продвижение пищи, сытость дольше сохраняется. И второй гормон вырабатывается под действием пеноленовой кислоты, глюкогонно подобный пептид. И что он делает? В моменты голода, когда у нас нет еды, нам нужна энергия. И вот этот гормон глюкогон достает из наших запасов, из печени глюкозу и выводит в кровь, и мы опять временно сыты. И вот этот гормон глюкогон очень важен, чтобы мы использовали свои накопленные ресурсы. Депонированный сахар. А депонированная глюкоза у нас накапливается в гликогене. Гликоген в печени в первую очередь накапливается, и в мышцах. Инсулин его отогонит. Слышали про инсулин, да? Это проще. Инсулин делает просто, когда мы объелись, еще и сладкого там чего-нибудь, он переводит этот сахар в депо. Глюкогон откладывает в виде гликогена в мышцах и в печени. А глюкогон, наоборот, его достает. Так вот при снижении веса как раз нужно вот этого доставания запасов и сжигания. Кедровое масло запускает этот процесс, мобилизация своих запасов. И поэтому мы можем не уставать, принимая кедровое масло. Если вы все это будете употреблять планомерненько, постоянно, как почистить зубы, понимаете, как обязательно. И идет медленное такое укрепление по кирпичикам, но верное, всех систем организма. И самое главное, что это безопасно. Он не является ни допингом никаким. То есть нет никаких сильнодействующих таких веществ, там, алкалоидов. Выявлено, что при приеме омега-3 жиров происходит защита. На 95% человек защищается от повторного инфаркта миокарда. То есть все заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, аритмия. Но то, что мы подпитаем сердце, это 100%. А сердце нужно подпитывать и детям, спортсменам обязательно. А курсы, вы знаете, они по-разному зависят. Я не могу сказать про курсы. Но я без перерывов принимала, старалась. Я не болею ничем. У меня была аритмия с детства. Ну, много было проблем с этим. Я считаю, что это элемент еды. Ну, вот кедровое масло все вот это будет делать. Вот это. Защитная функция эпителия, слизистых оболочек, укрепляется защита, регенерация и все прочее. Без всяких рекомендаций капитальных. Хотя бы человек принимает кедровое масло регулярно. А с его большими минусами, мы же говорим, минусы поджелудочной железы, печень, слизистая кишечника. Сейчас бич – это гырявый кишечник, семерон гырявого кишечника. То есть повышенная проницаемость из-за плохого состояния слизистой оболочки. Кедровое масло тихонечко со всем этим работает и укрепляет со всех сторон. Это масло с облепихой. Или масло с прополисом. Чем они отличаются, я вам скажу. Конечно, с облепихой я больше рекомендую при воспаленном желудке. А облепиха очень мощная. Столько витамина Е еще усиливается, добавляется в кедровом масле. И витамина А очень много. И так токоферолы мощные. И вы понимаете, сочетание кедрового масла и токоферолов. И плюс еще облепиха, мощнейшее заживление, эрозии и язв. Таких пациентов сейчас очень много у меня. У них множественная эрозия. Прополис считается обезболивает на уровне новокамина. И плюс прополис, антисептик мощнейший. Поэтому прополис и антисептик, и обезболивает. Потреблять масло до еды или после еды? До еды, да. А на чем же? Жиры лучше до еды. Они как бы вот, ну там все, как бы... А за какое время до еды? А после еды они тяжеловаты, они могут влиять немножечко на легкие. То есть будет немножко тяжеловато. И они быстрее всасываются до еды. А натощак употреблять или... Вы знаете, можно и за 15 минут, можно и за 30 минут. Я рекомендую даже между едой. Витамин Е. Очень мощный фактор для стимуляции иммунитета. А иммунитет у всех слабенький. И в плане опухолевых процессов, родин, бородавки, откуда? Это слабый иммунитет. Леченые, онкологи ничего не могут сделать с иммунитетом. Иммунитет у нас спящий. А особенно если радиация какая-нибудь. А за счет чего иммунитет повышается? И ребенок не болеет. Вирусный... То есть период гриппа. В период вирусных каких-то эпидемий. Кедровое масло защищает. А еще он может защищать от вирусов гепатита. Это сейчас ВИЧ. Да? ВИЧ. Сплошь подряд как вирус герпеса практически. Где защита? Как защититься? Ну я выписываю прополис, конечно. А если кедровое масло с прополисом? Это стопроцентная защита. Т-киллеры – это клетки лимфоциты убийцы, которые уничтожают полностью вирусы и микробные агенты. И часто они очень вялые и неактивные. И низкий уровень иммунной системы может быть связан и с повышенной работой с компьютером. Компьютер всегда снижает иммунитет. Может быть связано с облучением. Атомные какие-то объекты, станции. Это все факторы, снижающие вообще белые кровяные. То есть все лимфоциты, лимфоциты, планы. И плохой иммунитет. И кедровое масло как раз может нас спасать от воздействия радиации. То есть защищать, как-то укреплять мембраны. Улучшать их структуру. Вот эта табличка очень интересная. Посмотрите, я здесь выписала, просчитала, сколько, например, в чайные ложечки масла кедрового будет содержаться вот этих витаминов, самых важных. Витамин Е, А, Д, то, что нам нужно. 15 грамм – это 3 ложечки. Утром, в обед и вечером. Сколько вы получаете. И вот посмотрите норму по витамину Д, например. В сутки норма 25,00, а вы получаете в 4 раза больше. Вот здесь, в суточной дозе 4 раза больше витамина Д. А витамин Д для чего нужен? Для улучшения усвоения кальция. Чтобы кальция не накапливался в виде камней в организме, а чтобы он нормально поступал в костную ткань, в зубы. Почему в кедром орехи его так много получается? У нас много получается в приеме. Потому что мы сибиряки, как бы считается, солнце меньше. А витамин Д образуется на солнце. То есть весь состав кедрового ореха приспосабливает нас к любым суровым условиям. А дефицит витамина Д – это размягчение, это остеопороз. Это опустение костной ткань. Кедровое масло фантастически влияет на ускорение, срастание переломов. Про масло я хочу закончить исследованием. Доказанность уже – это диссертация кандидата медицинских наук по применению кедрового масла в лечении труднозаживающих гастродональных язв. Омега-3 жирные кислоты сейчас на конгрессах стали рекомендовать и в лечении ревматоидного артрита. То есть боль, воспаление в коленных суставах, в любых суставах – это все одинаковые признаки воспалительного процесса. И вот сейчас даже ревматологи из Института ревматологии в Москве в докладе сказали, что обязательно в курс лечения ревматоидных артритов, например, коленных суставов или еще каких-то, надо включать омега-3 жиры. Но для нас с вами омега-3 жиры – самый вкусный, интересный вариант – это, конечно, кедровое масло. И вы должны постоянно себя поддерживать каждый день кедровым маслом, чем-то хорошим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok